29 марта, в вербное воскресенье, прихожане разных петербургских храмов собрались в Пушкине, в церкви святого Иоанна Крестителя, чтобы вместе с архиеписковым Павлом Петце совершить богослужение крестного пути в Александровском парке. Эта традиция насчитывает уже много лет. Первоначально петербургская католическая молодежь собиралась на молитву в Шуваловском парке на севере города. Четыре года назад великопостное богослужение было перенесено в живописный парк, расположенный рядом с Екатерининским и Александровским дворцами царского села. В начале богослужения архиепископ Павел Петце призвал особым образом помолиться во время этого крестного пути о всех гонимых и страждущих христианах, особенно в странах Ближнего Востока. Сменяя друг друга, молодые католики Петербурга читали размышления над 14-ми стояниями, которые много лет назад написал святой Хосе Мария Искрива. Группа поющих песнопений и молящихся людей привлекала внимание туристов и местных жителей. Впрочем, стоит отметить, что католики чувствуют себя в царском селе достаточно уютно. Александровский дворец построен архитектором Джаком Экваренге, Екатерининский дворец Франческо Бартоломео Растрелли. Среди архитектурных украшений парка есть даже псевдоготическая капелла, называемая Шапель. Внутри этого павильона находилась некогда статуя спасителя, а в окнах светились витражи с изображением библейских сцен. Но действующей церкви здесь не было. По замыслу архитектора Адама Менеласа Шапель и должна была быть полуразрушенной. Впрочем, не до такой степени, как она выглядит сейчас. И Белая башня, возведенная все тем же Менеласом, должна была напоминать средневековые европейские замки. Песнопения и молитвы перемежались молчанием. В тишине все старались услышать голос Бога, обращенный к каждому из верующих. «Боже мой, если мой язык не может каждый миг повторять, что я люблю тебя, пусть, по крайней мере, мое сердце повторяет эти слова с каждым моим вздохом», – писал святой Хосе Марье. И повторяли след за ним участники Крестного пути, который открыл для петербургских верующих Страстную неделю, ведущую к светлому Христову воскресенья. Субтитры создавал DimaTorzok